До Нового года остается всего 22 дня. И в воздухе уже витает дух праздника. На центральной площади готов ледовый городок. Совсем скоро зажгутся огни на главной елке. Ну а чтобы город выглядел по-особенному нарядно, постараться должны все. Красиво украшенные здания, магазинов, учреждений и предприятий помогут создать праздничное настроение. Тему продолжит Альмира Новоселова. Снежинки, мишура и гирлянды создают новогоднее настроение. Когда заходишь в магазин с таким оформлением, где обслуживают продавцы в красных колпаках, хочется улыбнуться. Благодаря таким моментам в душе становится тепло. Начинаешь отсчитывать дни до волшебного праздника. Лариса Амельченко еще в конце ноября решила украсить свой магазин, чтобы порадовать горожан. Серые будни, холодно, постоянно темно. И поэтому захотелось немножко праздника. Нужно немножко помечтать, немножко приложить каких-то усилий своих, желания, самое главное, наверное. А все остальное приложится. Только надо этого очень сильно хотеть. И вы делаете это не для себя, не только для себя, а для всех горожан, которые просто проходят мимо, улыбаются. И уже у всех хорошее настроение, которое передается всем без исключения. Праздничное оформление – это полет фантазии. Здесь каждый может проявить себя. В такой магазин хочется зайти, ведь яркие гирлянды приковывают внимание. Если каждый внесет посильную лепту, то атмосфера города сразу станет новогодней. В нынешнем году мы предлагаем всем предпринимателям, собственникам объектов, принять участие в создании праздничной атмосферы нашего города и украсить свои торговые объекты, административные здания, новогодней иллюминацией, новогодней атрибутикой, светотехникой, чтобы создать максимально праздничную атмосферу, порадовать жителей города. В следующем году администрация города планирует организовать смотр-конкурс по лучшему оформлению праздничного павильона. Поэтому уже сейчас можно попробовать проявить свои творческие способности на радость лабыднанцам. Альмира Новоселова, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».